Здравствуйте! Время сказки наступило. Наши снежные сказки для взрослых, для любительниц аромат, парфюмерии и всего прочего, что приносит нам, девочкам, радость. Я вспомнила сказку «12 месяцев» и решила, а почему бы нам не сделать 12 ароматов для каждого месяца года? И вот я выбрала сегодня для вас эти 12 ароматов, чтобы мы вспомнили все месяцы года и какой же аромат подойдет каждому месяцу. Начнем с января. Для января я подобрала вот такое замечательное платьице от Герлен. Он принадлежит к цветочно-фруктовым, сладким. Отличается он от всех других платьиц лишь только тем, что в него добавлена черника и лист черной смородины. А также малина прекрасно подойдет и также необходима для января месяца, чтобы сделать этот месяц без простуд, чтобы он был прекрасным и по возможности не только снежным, но и без всяких простудных заболеваний по возможности. Очень красивый, веселый, девический аромат, сладенький. Если вы не знакомы ни с одним платьицем, присмотритесь к одному из них. Я думаю, уж одно платьишко вы найдете для себя. Замечательный аромат. Вот у меня в любимчиках именно голубенький. Итак, февраль месяц на дворе. Для февраля месяца я выбрала снежную королеву. Вот такую вот в виде Poison от Dior. Замечательный. Жасминовый аромат. Выпущен был в 2004 году. В нем есть и апельсины с цилийским. С цилийским мандарин, бергамот, жасмин, горденья, апельсиновый цвет. Как же без кедра и, конечно же, сандал и белая амбра. Великолепный, красивый аромат. Один из самых моих любимых ароматов. Итак, за февралем у нас следует март месяц. И в марте, 8 марта, естественно, для прекрасных дам без мимозы никуда. Это Champs-Elysées. Это Елисейские поля. Опять-таки, дом Герлен. Несмотря на то, что аромат был выпущен в 1996 году, он продолжает быть очень популярным среди дам. И особенно в весеннюю пору. Как-то так хочется быть красивыми, цветочными. Наслаждаться прекрасным ароматом от Герлен. Персик, анис, пион, мимоза, сирень, гибискус, ландыш, роза и цветок миндаля. Ваниль, белый кедр и дерево миндаля. Этот аромат у меня в новой версии выпущен. Был буквально два года назад. Вот посмотрите, насколько он изменился. Сейчас они все выпускаются. Дома Герлен ароматы именно в такой версии. На мой взгляд, это неплохо. Матовое красивое стекло. Аромат нисколько не изменен. И за мартом месяцем у нас следует месяц апрель. Это небесная лазурь. Небесный. Прекрасное высокое небо. И именно для апреля месяца я выбрала аромат Сиэль. От замечательного дома Амуаш. Это цветочный аромат. Немножко водяная лилия здесь присутствует. Сандал, амбра, мускус, ладаны, кедр. Прекрасный. Великолепный аромат. Он у меня в тестере. Без красивого колпачка. Но аромат точно так же звучит, как и оригинальный. Естественно, это тестер. Он и естественно оригинальный аромат. Вот такой красавчик. Познакомьтесь, если вы не знакомы. И май месяц. Естественно, мне подумалось именно о Forever & Never от Dior. Аромат очень красивый. В 2009 году был создан белая фрезия, жасмин, розовая настойка. Великолепный девичий цветочный аромат. Вполне стойкий для мая месяца. Я думаю, прекрасно подойдет. И в июне, я думаю, хочется быть как можно более активной. И для активности, для прекрасных прогулок на природе. Я выбрала для вас, милые мои, шанс от Chanel Aufresh. Один из самых моих любимых ароматов у Chanel. И именно он, пожалуй, у меня самый любимый из шансов. Это 2007 года аромат. Здесь есть немножко лимона, белый кедр, розовый перец, водяной гиацинт, жасмин, ирис, амбра, пачули, белый мускус. И для июля, пожалуйста, от Dom Hermes я выбрала для вас Jure. Ох, один из самых моих любимых. Видите, так я каждый аромат беру и говорю, один из самых моих любимых, один из самых моих любимых. Но вот так вот оно и есть, я нисколько не шучу и нисколько не лукавлю. Когда я вдыхаю аромат, мне кажется, именно этот аромат я люблю. Нет, этот, нет, этот. И вот я не могу никак определиться именно поэтому у меня, пожалуй, так много ароматов. Итак, Hermes, 2013 год, он принадлежит группе цветочные. Есть здесь гордыня, сладкий горошек, зеленые ноты, белые цветы, все, что летом. В полной мере, в полном объеме нас окружает. Наслаждайтесь ароматом Jure. Абсолют у меня в этой версии от дома Hermes. В июле месяце, мне кажется, он прекрасно будет звучать на вас. Ну и август, когда уже практически все цветочки отцвели, немножко зелень уже такая устоявшаяся. И именно для августа месяца я выбрала все сады Нил. Опять-таки от дома Hermes. И я так думаю, что именно сады Нила будут наиболее подходящими в этом месяце года. Морковь, грейпфрукт, томат, зеленый манго, апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос, лавдан, ирис, корица, мускус и ладан. Прекрасный аромат. Также очень мною любим. Вы видите, как много я им пользуюсь. Именно в августе месяце он незаменим. И я не могла никак определиться сады на крыше или же сады Нила. Но все-таки вот этот аромат я выбрала для августа. Ну и сады на крыше, я думаю, так же вы прекрасно подошли. И вот осень у нас на дворе. Сентябрь месяц. Опять-таки Шанель. Это Allure. Самый первый аромат в туалетной воде. Выпущенный в 1996 году. Здесь лимон, бергамот, мандарин, персика очень много. Маракуя, жасмин, опять-таки водяная лилия, жимовость, белая фрезия, магнолия, ветивер, ваниль, пачули и амбра. Прекраснейший аромат. Женственный. Он относится к классическим ароматам. Также, естественно, классикой стал. Потому что он очень популярен среди женских, среди женского населения. Особенно России. Ну и я думаю, в Европе он также очень популярный. Безумно красивый. Великолепный аромат. И я думаю, что именно для сентября месяца он будет прекрасен. И у нас остается совсем немножко месяцев. Для октября месяца я подобрала Шервуи от Серж Лютенц. Я думаю, многим он знаком. Этот аромат для мужчин и женщин выпущен в 2005 году. Одинаково прекрасно будет звучать как на мужчинах, так и на женщинах. Табачный лист, мед, ирис, сандал, амбра, мускус, ладан, роза и сено. Естественно, осень. Осень наполнена горячим воздухом. Уже дожди еще, как правило, нет. Нравится мне сухая осень. И именно вот этот аромат олицетворяет именно сухую осень, сухую погоду. Октябрьского дня. И ноябрь, когда уже первый снежок, когда хочется чего-то теплого, нежного, укутывающего, как дыхание, как замечательный аромат, суфль от прекрасного дома Герлен. Это, естественно, Шелемар. Он описывается как деликатная флорентальная композиция, открывается свежими легкими цитрусовыми ароматами леумона, бергамота, мандарина, индийского жасмина. Финальные штрихи к образу добавляет база из театеранской индийской ванили и белого мускуса. Он был создан в 2014 году. И уже несколько фланкеров именно к этому фланкеру было выпущено. В дальнейшем я познакомлю вас и с ними. У меня уже около трех фланкеров к этому аромату пришло. Безумно красивый, очень нежный, по-осеннему прекрасный аромат. Итак, этот аромат для ноября. И что же я выбрала для декабря, когда в декабре у нас вот-вот близится Новый год? Естественно, это Сады Чудес. У меня версия Амбра. Десятилетию Limited Edition Амбровый аромат. Это теплые оранжевые оттенки, напоминающие цвета закатного неба и росы крошечных сверкающих звездочек. Посмотрите, насколько он красив. Очень праздничный, приносящий радость. Обладательницы и носительницы этого аромата это, естественно, праздник, торжество. Очень красивый, бесподобный аромат. Очень долго раскрывается на коже. Сам и бутылёк красивый, и содержание безумно богатое и красивое и принесёт вам много радости и комплиментов. Ну вот, пожалуй, на этом великолепном аромате я и закончу своё повествование для вас. Милые мои, поздравляю вас с наступающими праздниками новогодними. Эта сказка подошла к концу, но она не последняя. Всего хорошего и самого доброго вам. Увидимся в следующих сериях.